Северный парк – это не только одно из самых любимых мест отдыха славянцев, но и место для реализации большого творческого потенциала одаренных певцов и музыкантов нашего муниципалитета. На одном из интересных концертов славянских исполнителей побывала наша съемочная группа. Фестиваль песен «Я люблю тебя, Россия» состоялся в лаунж-зоне Северного парка в День России. Эту прекрасную возможность не только проявить свои творческие способности, но и выразить патриотические чувства сполна использовали певцы и танцоры нашего муниципалитета. Они подобрали такие песни, которые бы отражали любовь к родине, а также богатый внутренний мир нашего современника. Старшеклассница 12-й школы Екатерина Кравченко любит петь, и поэтому она с радостью воспользовалась возможностью выступить на фестивале в большой праздник нашей страны. Я очень рада принять участие в фестивале «Я люблю тебя, Россия» и сегодня на нем я исполнила песню, посвященную своей же любимой стране. Здесь мои родные друзья, родители, собственно, родственники. И я учусь отлично в своей школе и уверена, что у меня есть будущее в своей стране. Я очень ее люблю. Зрители горячими аплодисментами поддерживали выступающих артистов. Им очень нравится, что в парке кипит культурная жизнь и молодежь проявляет активность. Это прекрасно, что в нашем городе проходят такие замечательные концерты, особенно в такой праздник, как сегодня, патриотический. Я и как зритель сегодня здесь, и как мама наших деток, которые выступают, поют патриотические песни. И вообще здорово, что в нашем городе проводят такие мероприятия, фильмы показывают. Замечательно, просто замечательно. Большой интерес у собравшихся вызвало выступление рок-группы «Северный парк», в репертуаре которой песни, входящие в золотой фонд русского рока. Вся город мечта, попадая в его сети, пропадаешь навсегда. Плодая воздух, простуду, сквозь любовь, с запахом бензина и дорогих духов. После завершения выступлений славянских артистов, зрители, в большинстве своем юные, увидели в летнем кинотеатре отличный фильм, посвященный одной из самых ярких страниц отечественного футбола. После просмотра такого интересного фильма под открытым небом, в удобных креслах и вместе со своими друзьями, у ребят остались незабываемые впечатления. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События».